Добрый вечер! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Катунь24. В студии работает Егор Матаев. Прямо сейчас начнем с главности. Практика на заводе КАМАЗ ждет студентов Алтайского государственного технического университета. 45 тысяч жителей Алтайского края приняли участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Больше 100 культурных площадок открыли двери для посетителей по всему региону. Самую высокую вершину земли смог покорить барнаулец Константин Симон. Он поднялся на Эверес в составе группы альпинистов. Об этом и не только в выпуске. По прогнозам специалистов, в ближайшее время будет подниматься уровень воды в водоемах Алтайского края. Барнаульский микрорайон «Затон» готов к любому развитию паводковой обстановки, заявил глава краевой столицы Вячеслав Франк в ходе выездного совещания. Сегодня в «Затоне» проживают 2200 человек. При негативном развитии событий будут работать три пункта временного размещения. В случае эвакуации в них смогут расположиться 400 человек. По словам главы города, все службы готовы к удару стихии. Сформирован запас медикаментов на месяц. Также в микрорайоне провели придворовые обходы. Жителям вручили памятки о том, как действовать в случае подтопления. То, что им рекомендуют специалисты, профессионалы. И первое, конечно, это обеспечить безопасность людям. И детям, и внукам, и самим себе. Поэтому, если придет такая необходимость эвакуироваться, ну, надо исполнять. Участники совещания также оценили ситуацию с дорогой на остров Шубинский. Проверили состояние бантонного моста. Напомню, что в связи с подъемом уровня воды с 15 мая в Затоне перекрыт объездной путь на остров. Попасть туда можно только через понтонный мост. По прогнозам ЦГМС, максимальный уровень подъема воды в Аби может достигнуть 590 сантиметров. При достижении критической отметки будет введен режим повышенной готовности. По предварительному прогнозу, у нас в ближайшую неделю вода будет подыматься. У нас прошли серьезные осадки 16-17 в Горном Алтае. Сформировалась такая волна дождевого паутка, который в настоящий момент двигается в сторону города Барнаула. Поэтому в ближайшее время мы планируем уже во вторник выставить сюда оперативную группу города. Также направить сюда спасательный пост спасателей и подключить пожарную часть. Практика на заводе КАМАЗ ждет студентов Алтайского государственного технического университета. Специально для этого они прошли обучение по программе «Слесарь механосборочных работ». И сегодня сдавали практический экзамен. Всего за полтора месяца студент АЛТГТУ Дмитрий Баев освоил профессию «Слесарь механосборочных работ». Сегодня сдает практический экзамен. Дмитрий учится на четвертом курсе факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта. По окончании вуза получит специальность инженера-конструктора. Мечтает заниматься разработкой сельскохозяйственной техники. У меня у дедушки был трактор, и я помню, как он давал мне попробовать на нем поехать. И вот как-то с этих времен все началось. И как-то я привязался к технике. И мне нравится это до сих пор. Вместе с Дмитрием обучение на «Слесарь» прошли еще 15 студентов. А все ради возможности попасть на летнюю практику в крупнейшую автомобильную корпорацию России – на предприятие «КамАЗ». Оно входит в двадцатку лучших мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей. Там студенты старших курсов технического университета будут работать и наравне с другими сотрудниками получать зарплату. Питание, проживание и проезд работодатель компенсирует. ПАО «КамАЗ» у нас в стране, как мне кажется, из передовых предприятий. Поэтому хочется туда попасть, в то конструкторское бюро. Это далеко не первый опыт сотрудничества ВУЗа с крупными предприятиями машиностроительного комплекса. Студенты АЛТГТУ практикуются на Россельмаше и Уральском конструкторском бюро. Однако поездка на «КамАЗ» станет самой массовой и масштабной за последние 20 лет. Для нас это, в первую очередь, конечно же, шаг такой имиджевый с точки зрения продвижения профессионального ориентирования для молодежи и для, например, будущих абитуриентов. Ну а во-вторых, это, конечно же, знакомство ребят с реальным производством, с крупнейшим производителем, профильным производителем, профильным предприятием машиностроения. Уже завтра студенты АЛТГТУ отправятся в набережные Челны. Кто-то будет работать в конструкторском бюро, другие – на механосборочном конвейере. На предприятии они проведут три месяца. За это время проявят свои знания и умения. А кому-то, возможно, посчастливится трудоустроиться на постоянной основе. Елена Самарина, Илья Алексеев. Новости. Новости. 45 тысяч человек посетили музеи и галереи региона за один вечер. Алтайский край присоединился к всероссийской акции «Ночь музеев». Как прошел праздник в Барнауле, расскажем в нашем сюжете. Матушка, земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Из поколения в поколение – семейные реликвии. Центральная тема всероссийской акции «Ночь музеев» в этом году. Больше ста культурных площадок открыли двери по всему региону. Около 45 тысяч человек посетили музеи и галереи за один вечер. Приобщиться к прекрасному, например. Посмотреть, что где изменилось, что как. Для вас это лучший отдых? Ну да, от огорода тем более. Познакомиться с искусством. Посмотреть, какие у нас музеи вообще, что нового. Мы стараемся тоже ребенка всегда водить на разные мероприятия, театры, цирк, концерты городские и так далее. Каждый горожанин должен больше знать о своем городе, в котором он живет. В этом году к «Ночи музеев» присоединился Барнаульский храмовый комплекс Иоанна Богослова. Все желающие могли получить уроки колокольного звона. Храм посетил губернатор Виктор Томенко. Глава региона попробовал себя в звонарском деле. Очень хорошо работает все полушария. Можно в трех плоскостях надо крутиться. В храмовом комплексе работает музей колоколов Алтайского центра звонарского мастерства. Некоторым экспонатам больше ста лет. В экспозиции декоративные, памятные, старинные и поддужные колокола, а также старообрядческие иконы, распятия и кадила. Страна наша бескрайная, большая. Раньше-то не было телефонов, телеграфов, а вот колокольный звон, он объединял все приходы. На праздники звонили так, чтобы слышно было, практически вся земля покрывалась колокольным звоном. В ночь музеев каждый мог почувствовать себя уличным художником. На площади октября устроили стрит-арт-перформанс. Одну часть конструкции расписала алтайская художница Анастасия Петренко. На другой каждый мог оставить свой тег, то есть имя, баллончиком с краской. Здесь вы можете попробовать, что такое уличное искусство и как это будет. То есть мы сейчас поставим тег, с чего началось вообще граффити. Когда люди начали просто ставить теги всем, что у них есть, карандашами выцарапать. А потом появились такие баллончики. С художницей пообщались губернатор Виктор Томенко вместе с супругой Татьяной. Глава региона оценил, что с каждым годом в крае становится все больше творческих проектов и идей, которые воплощает в жизнь молодежь. Анастасия, куратор фестиваля уличного искусства, поделилась творческими замыслами. Организую уличные фестивали. И самый крупный сейчас пройдет у нас в парке Изумрудный, куда мы пригласим уличных художников со всей Сибири. Музеем стал даже военный учебный центр Алтайского государственного технического университета. Выставка «Я готов защищать отечество» привлекла много семей. Дети могли потрогать настоящие танки и даже залезть на них. С экспозиции познакомился губернатор Виктор Томенко. Здесь представлены основные образцы бронетанковой техники, которые стоят на вооружении в вооруженных силах. Это танк Т-72 и БМП-3. Глава региона поблагодарил организаторов ночи музеев за то, что устроили настоящий праздник для жителей Алтайского края. И не только в столице региона. Культурные площадки работали во многих городах и селах. Анастасия Меншакова, Дмитрий Козерлыга. Новости. Неделя семьи. Семья ФЕС началась в России. К акции присоединились все города и районные центры Алтайского края. Торжественное открытие прошло в Барнаульском парке Изумрудной. Неделя началась с больших семейных выходных. Для барнаульцев подготовили мастер-классы, фото-челлендж, выставку семейных реликвий, благотворительную выставку-продажу, фотозону и многое другое. В парке работали семь тематических площадок, на которых родители занимались творчеством и спортом вместе с детьми. Большие семейные выходные организовали региональная Минсоцзащита и общественная организация «Много деток. Хорошо». Неделя демонстрирует традиционные наши российские ценности. Это объединяющее начало. Мама, папа, это бабушки и дедушки. В этой семье, в большой семье, и двое, и трое, и много деток. У нас есть желание, и я думаю, что оно воплощено уже даже на сегодняшних площадках, научить семью отдыхать вместе, показать, что вместе проводить выходные дни – это здорово. Поддержать акцию и провести время с пользой пришли много семей, в том числе многодетных. Супруги Александр и Татьяна Евстигнеевы традиционно провели выходные вместе с тремя дочерьми – Аней, Сашей и Машей. Мы всегда делаем все вместе, и работаем вместе, и отдыхаем вместе, и свободное время проводим вместе, и детей поддерживаем их в их каких-то начинаниях. У нас перед глазами, и у меня, и у Тани, замечательный пример наших родителей, наших бабушек, дедушек, наших мам и пап, которые действительно основной ценностью, которую прививали нам – это ценность большой, дружной семьи, где все, как у Дюма, все за одного и один за всех. 25 и 26 мая праздничные выходные продолжатся. В программе квесты, кинопоказы, открытые встречи для родителей по вопросам семейных отношений. Акция завершится парадом многодетных семей в Изумрудном в сопровождении концерта творческих коллективов. Самую высокую вершину Земли смог покорить Барнаулец. Константин Симон поднялся на Эверес в составе группы альпинистов. 17 мая в 7.40 по непальскому времени на вершину поднялись Адриан, Денис, Сергей и Константин. Их останавливал морозный ветер, который обжигал лицо и руки. Но они преодолели трудности и забрались на высоту 8848 метров. А вот героя следующего сюжета не напугать плохими дорогами. Чемпионаты первенства края по мотокроссу прошли в Барнауле. На старт вышли гонщики от 6 до 60 лет. Подробности расскажет Вадим Слюсарев. Высокая скорость, неровное покрытие и затяжные прыжки. Мотокросс для обывателя – сложный и опасный вид спорта. Отчасти с этим можно согласиться. Однако гонки на специализированных трассах куда безопаснее, чем бездумная езда по дорогам общего пользования. Доказать это – миссия Краевой Федерации Мотоциклетного Спорта. Чемпионаты первенства региона по мотокроссу – один из шагов воспитания гоночной культуры. Эти старты уже профессиональный спорт со строгими правилами. В том числе и относительно защитной экипировки. Это прежде всего, во-первых, у них шлема очень прочные. На них одеваются специальные защиты. На коленники, на локотники, на грудник специально, чтобы спину не сломать. Воротник, как называемый, это шею закрывает при падении. Мотоботы, обязательно в мотоботах, иначе ноги просто вывернут. На диражах там или где-то, там же ногу выставляют. Участие в стартах приняли 45 гонщиков от 6 до 60 лет. Младший из участников – Мирон Рухая. Он выступает в самой юной категории на мотоциклах с объемом двигателя 50 кубических сантиметров. Несмотря на возраст, Мирона сложно назвать новичком. Раньше у меня брат занимался, и потом я подсоединился. Я первый же день, когда начал заниматься, я смеялся и привык к мотоциклу. Мы тоже уличные, мы абсолютно не поддерживаем уличные гонки. Наши дети не катаются на улицах, по дворам, ни в коем случае, никогда. То есть этого мы им не позволяем. Это, опять же, в первую очередь безопасность их и безопасность других людей. То есть из-за этого мы в определенных специально оборудованных площадках. Мотокросс – требовательный вид спорта. Это относится и к мотоциклу, и к водителю, который должен разбираться в технике, уметь правильно выбирать траекторию и не бояться идти на обгон. Как показывает практика, профессиональные гонщики – спокойные участники дорожного движения. Весь экстрим остается на трассе. Мне интересно из-за скорости и из-за прыжков. И получаешь такой большой адреналин, и это прикольно. По итогам соревнований Федерация мотоспорта сформирует сборную края. Она представит наш регион на уровне Сибирского федерального округа. Если алтайским гонщикам удастся показать достойные результаты, то они смогут выступить и в главных стартах страны. Вадим Слюсарев, Анастасия Меньшакова, Денис Кузьменко. Новости. К этому часу пока все. Продолжим в 20.30 в прямом эфире на Катунь-24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!